здравствуйте дорогие друзья хочу вас поздравить сегодня рождество по крайней мере когда я записываю сегодня как раз рождество хочу вас поздравить с этим праздником и вообще с наступающим новым годом и как вы видите сегодня вас ждет очередной разбор но уже не каких-то героев а именно вас вас мои дорогие я вас действительно очень люблю и поэтому решила сделать вам такой предновогодний подарок но знаете если даже вы не попадаете в разбор попали в разбор действительно единицы потому что это очень трудоемкий процесс это очень важно вникать вот в эти все вопросы и я ну максимально сейчас в это вникла да вот по некоторым примером но даже если вы не попадаете в этот разбор обязательно посмотрите потому что это вот для тех кто уже учится у меня на астрологическом мини курсе который всего за 990 рублей с вашей с вашей стороны достаточно просто закачать программу за 9 или найти ее в свободном доступе и вот с помощью моего курса вы сможете уже начать разбираться в своих натальных картах так вот те кто учится или кто будет присоединяться вам очень важно вот эти примеры вместе со мной пройти для того чтобы разбираться своих натальных картах потому что как вы понимаете чисто физически я не смогла разобрать все ваши заявки потому что я открываю каждое письмо и там действительно живая интересная история и мне действительно очень хочется вам помочь в этой истории но если вот все ваши на все ваши вопросы отвечать конечно же у меня нет столько времени но вот вы сможете сами разобраться в этом если даже вы не не хотите этим заниматься то еще один вариант это ко мне на консультацию но до нового года я ну максимум человека 34 еще приму остальные к сожалению после нового года но в общем то давайте сейчас уже приступать к делу и сейчас первый ну можно сказать лайфхак для тех кто у меня учится или будет учиться я там дала ссылочку на сайт на котором надо проверять время время рождения очень важно учитывать потому что во многих местах перри было переведено время на зимнее летнее время раньше особенно вот где я родилась например в краматорске это было был перевод времени и вы знаете я долгое время считала например даже я долгое время считала себя по одному времени а потом оказалось вот буквально недавно я поняла что у меня оказывается был перевод времени я все считала неправильно и когда я поставила правильное время оказалось что действительно там мой марс был в двенадцатом доме и это обуславливало мою робость которая была мне присуща в школе например и ну это это было просто трэш какой-то но когда я переехала в москву во мне вдруг открылась вот эта смелость я пошла что называется на пролом я даже торговала в электричках при том что ну я в школе боялась выходить к доске ну то есть вот вот это прям четко прописано да и почему я интуитивно хотела поехать в москву потому что действительно в москве было другое время и по московскому времени у меня натальная карта полностью сместилась понимаете это очень важно учитывать и посмотрите вот та ссылка которую я дала вам в обучении она конечно же работа ну вот на этом сайте вы можете спокойно это находить свое время но лучше прям в яндексе запрашивайте вот такой запрос город и время вот которое вы хотите узнать обязательно проверяйте какое было время там плюс 2 плюс 3 ну в общем вот это ставьте в нужное место в нужную ячеечку какую ячеечку вы прекрасно знаете вот кто с программой z9 работает вот смотрите вот этот вот первый сайт который вот с этим значочком тут как раз очень четко все расписано был перевод времени не было перевода на летнее время ну то есть вот это вот все очень четко и обязательно это проверяйте потому что ну вот этот плюс-минус час он очень серьезно может дать вам не тот разбор поэтому обязательно это проверяйте это такой небольшой небольшая такая подсказочка теперь значит давайте идти уже по вашим разбором итак первая натальная карта значит вопрос вопрос от подписчицы стоит ли мне связать жизнь с музыкальной профессии а значит не буду называть имена подписчиков потому что но не нужно светить что называется значит девочка родилась в 2005 году 29 август а значит в уфе вот кто у нас подходит а значит поздравляю вас вы попали в разбор а ну и давайте разбираться стоит ли этой девочки заниматься музыкальной карьерой а значит а ну я должна сказать что признаков того что человеку стоит заниматься музыкальной карьерой вот пожалуйста 10 признаков я представляю кроме того я сейчас дополнительно добавила в это обучение а значит смотрите какие пункты музыкальный талант талант врача талант учителя талант писателя предрасположенность к богатству то что вы можете в своих натальных картах увидеть кроме того задавайте мне вопросы вот в чате у нас есть чат ватсап какие еще профессии вам интересно я тоже вам набросаю предрасположенность к определенным профессиям я этот документ вот ссылочку на этот документ он есть в обучении но я этот документ буду дополнять еще то есть вы в этом документе будете находить еще какие-то вещи до полезные для вас а и по транзитам когда вам ожидать прибыль и когда вам ожидать рождение ребенка потому что это самые запрашиваемые вопросы на консультациях как правило и поэтому я решила вам помочь с этим чтобы вы сами в этом разбирались а значит теперь возвращаемся к нашей натальной карте а а это у нас уже транзит музыкальный талант я не знаю убрать мне себя на секундочку давайте я себя немного уберу так как мне вот так вот для того чтобы вы этот экран заскринили если вам это интересно и вы не идете на обучение чтобы у вас вот это было а значит теперь я себя возвращаю и давайте разбираться вот пожалуйста 10 пунктов по которым мы можем сказать вот чем больше пунктов совпадет тем больше шансов у девочки стать известный музыкант известной певицы наверное или ну то есть музыкальная карьера возможно ли в данном случае я сейчас этот список уберу потому что будем работать именно с натальной картой так вот пожалуйста и и натальная карта и по пунктам у меня это все перед глазами а вам придется ну как бы вот этот скрин экрана держать перед собой или открыть этот документ вот те кто учится у меня и сравнивать значит первый пункт это сильное влияние луны в домах творчества особенно в связи с венерой и нептуном а значит что у нас по луне луна у нас находится в раке и это говорит о том что девочка очень чувствительная эмпатичная и это дает ей действительно ну и музыкальный музыкальную чуйку тоже то есть когда луна в раке мы не можем мимо себя пропускать какие-то ему вернее вот они не проходят мимо они все попадают в нас у меня тоже кстати луна в раке и это ну просто это это довольно тяжело когда ты чувствуешь абсолютно все эмоции людей но это и дает прекрасные возможности для того чтобы работать над собой потому что чувствительность это очень важный момент а дальше прекрасные так значит аспекты солнца и урана значит солнышко у нас а вот смотрите получается от луны идет к солнышку хороший аспект это секстиль и это говорит о том что ну а солнышко он как раз про наше эго и здесь тоже довольно хорошо так и уран уран у нас находится как раз в доме творчества то есть если она будет заниматься каким-то творчеством то это творчество будет очень оригинальным вот ей надо идти через оригинальность ну и вот от луны получается прекрасные аспекты вот и на солнышко и на уран который находится в доме творчества то есть все-таки первый пункт мы ставим плюсик да дальше следующий момент лев до несколько планет находящихся в знаках творчества лев рак рыбы особенно если они находятся в доме 5 она значит это натальная карта бьенз сигнализирует значит что у нас ну то что первое это в доме творчества у нас на вернее в раке у нас находится луна это мы уже отметили но и дальше во льве смотрите какая красота то есть лев он как раз за творчество и лев как раз у нас в десятом доме ну да дом начинается и вообще куспит десятого дома начинается с рака но основная часть этого дома находится во льве и посмотрите с какой какое скопление здесь всяких разных точек да я не называю это планетами потому что лилит это не планета это точка на небе это соблазн наш но и он же как раз нас и двигает вперед вообще вот у меня тоже кстати лилит находится в зените вот в десятом доме и знаете это прям мощное сочетание когда человек обладает вот этой вот как сказать амбициозностью до такой степени что готов просто ну все что угодно делать лишь бы ну вот оставить свое место в истории понимаете ну вот скромность конечно же не присуща таким людям хотя и изначально например у меня март был в двенадцатом и я была очень робкая но я всегда чувствовала что я хочу стать известной я хочу стать знаменитой вот как хотите это воспринимать и и в данном случае как раз это лилит лилит он как раз и толкает человека на то чтобы сделать прекрасную карьеру да безусловно это может быть какая-то негативная сторона да это может быть какое-то ущемленное эго и так далее но тем не менее если здесь находится у нас и меркурий и лилит и сатурн сатурн кстати без аспектов но вот получается с дисциплиной довольно сложно да он он работает он работает на то чтобы продвигать и и в общем то он символически как раз управляет десятым домом 10 дом он как раз вот символически это дом сатурна дом козерога и поэтому он находится в общем то на своем месте но конечно сложно ему здесь сложно но тем не менее лев находится наверху лев не может быть в тени и вот это как раз и говорит о том что человек очень амбициозный и пятый дом у нас находится в рыбах то есть вот все дома которые вот такие довольно творческие эмоциональные до яркие они как раз прекрасно аспекте ну прекрасно пацк ну вот плюс можно ставить по каждому из этих домов то есть получается что второй пункт мы ставим плюс уверенно дальше третий пункт наличие тригонов или секстилей между луной венерой и нептуном а также другими планетами связанными с творчеством а значит что у нас луна венера и нептун нептун у нас кстати нептун это как раз и есть признак творческого человека это то творчество которое пришло можно сказать кармически это вот тот опыт души который человек принес в этот мир но смотрите он находится у нас в четвертом доме то есть этот талант которым сейчас обладает вот эта девочка которая ну я девочка ее называю потому что она возраста моих детей поэтому ну вот я позволяю себе уж извините за такое ну вот так такое панибратство да но значит эта девочка обладает талантом который пришел к ней благодаря ее прошлым наработкам и благодаря тому что она родилась именно в этой семье ей обязательно надо выяснить от кого и этот талант передался потому что это из рода пришло то есть вот этот вот нептун он пришел из рода ей нельзя это закапывать в землю ей нужно это развивать и обратите внимание здесь прекрасный аспект на ее предназначение и прекрасный аспект на венеру венера как раз у нас и отвечу то есть помните да а значит луна венера и нептун значит нептун у нас это талант который пришел по роду венера которая ну в двенадцатом доме об этом я еще поговорю и луна она находится в раке от нее тоже хорошие аспекты но не сюда да но тем не менее даже если у луны хорошие аспекты на другие планеты вообще в принципе луна очень хорошо себя чувствует потому что во первых она находится в своем знаке в раке а во вторых луна хорошо аспектирована с другими планетами то есть все здесь хорошо да то есть третий пункт мы тоже ставим плюсик четвертый пункт аспекты к луне или венере от планет связанных с музыкой нептун юпитер меркурий так значит смотрите что у нас венера находится рядом с юпитером почти в соединении да и это говорит о том что действительно ну это плюс да а дальше но в двенадцатом доме вот это вот все сочетание это значит что ей необходимо отдавать людям вот эту энергию то есть ее талант ее вот получается желание быть известной для того чтобы это достать из 12 дома ей необходимо либо переехать туда где это выйдет из 12 дома это почти в принципе на асценденте да чуть-чуть подвинуть и будет на асценденте но так как вот получается в данном случае она вот изначально родилась здесь да и ну к сожалению это все в двенадцатом доме но все не безнадежно ну в пример за примером далеко ходить не надо вот натальная карта бузовой мы помним что у нее там и солнце находится в двенадцатом доме а человеку солнцем в двенадцатом доме сложнее пробиться наверх ну пробилась же да кроме того у нее там меркурий и вот это вот амплуа дурочки она всегда у нее было есть и будет как бы она там хоть 10 высших образований получила все равно в двенадцатом доме довольно сложно проявлять себя по этой теме а меркурий как вы знаете знания знания и интеллект а значит получается что находясь в этих домах планеты ну как бы скрыты от посторонних взглядов и со стороны вот в данном случае этой девочки необходимо отдавать свое творчество людям вот максимально отдавать вот этот талант он у нее есть но не бойтесь вот прям знаете вот я не знаю бесплатно идите пойти в больницах а ну или к чем вы занимаетесь да вот вот в плане музыки в больницах в каких-то учреждениях вот просто бесплатно а лучше всего знаете куда лучше выкладывайте это все бесплатно вот да бесплатно в социальных сетях чтобы максимальное количество людей это видела вот прям начинайте видеться вести социальные сети потому что у вас как раз вот в плане друзей и людей которые могут стать покровителями у вас здесь прекрасный аспект во-первых солнышко в одиннадцатом доме во вторых белая луна то есть вы всегда найдете поддержку со стороны людей которые далеко от вас но они вам могут помочь либо это какие-то люди от которых зависит что-то но вот вы знаете сейчас в наших реалиях это как раз именно подписчики которые могут поднять на самую вершину славы любого человека главное не стесняйтесь несите это свое достояние да этот свой талант да и будет вам счастье вы найдете поддержку и белая луна это как раз вот ваша наработка прошлой жизни здесь у вас прям знаете бонус вот как только вы обратитесь к людям которые могут вам там поставить лайк это казалось бы ерунда но если это этот лайк поставит тысячи человек или 10000 человек вас сразу а вас узнает большее количество людей поэтому понравьтесь этим людям и будет вам счастье и тем самым вы выведите и венеру и юпитер из своего этого 12 дома то есть не обязательно вам переезжать но хотя в принципе можно и переехать это еще один вариант да то есть вот несите это все людям и все у вас получится следующий пункт я надеюсь что я не утомляю всех кто не относится вот ну конечно же я разбираю одного человека но тем не менее это очень важно чтобы все в этом разбирались а следующий пункт у нас какой присутствие луны пятый пункт присутствие луны венеры и нептуна знаках творчества особенно если они находятся в угловых домах а значит что луна венера нептун у нас не в угловых домах но но только нептун получается в четвертом да вот вот угловые дома это 1 4 7 и 10 в этих домах у нас нет этих творче ну вернее вот только нептун и можно с помощью релокации да если мы мы можем передвинуть смотрите вот если венеру передви вот если подвинуть вообще все сюда то у нас попадет во первых венера сюда а нептун он в принципе вот если немножко подвинуть то нептун останется в этом доме да то есть угловом так и значит что луна но луну вот и тогда далеко надо двигать ну вот тут как бы вот этот пятый пункт плюс-минус ставим да то есть в принципе да ну но не совсем а дальше следующий пункт 6 планеты в доме 5 связанные с музыкой например меркурий венера луна нет у нас к сожалению в пятом доме значит не эти планеты но в пятом доме у нас находится уран к урану я отношусь с большим уважением потому что уран это признак нестандартного мышления это признак даже гениальности я не стесняюсь называть это гениальностью потому что уран это та планета которая казалось бы неожиданно но всегда все ставит на свои места вот просто знаете это как такой взрыв который происходит в жизни но потом когда оглядываешься на этот взрыв ты понимаешь что как как же он был точен как же это было все правильно поэтому в пятом доме у нас нет этих планет но пятый дом у нас все-таки рыба а рыба это знак творчества и в общем-то покровительствует рыбе как раз этот самый нептун ну как бы нельзя вот нептун расставить по всем домам важным да он он есть да он пришел из рода и ну то есть этот талант он есть но и если пущу и в рыбах он был то это было бы вообще просто слишком хорошо для того чтобы быть правдой но поэтому здесь мы ставим и плюс и минус тоже но все-таки больше за плюс потому что уран это мощная планета да она не про творчество она про гениальность ну творчество то можно преподнести гениально и я думаю что ну если подумать то можно это как-то вот обыграть да тем более если вы в этом варитесь а дальше следующий пункт у нас 7 сильное присутствие планет знаках огня овен лев стрелец особенно в творческих секторах карты значит что у нас так седьмой дом о 7 лев во льве три точки да то есть две планеты и лилит как я уже говорила дальше о в овне у нас находится узел о нем я еще скажу вообще узел находится в овне это говорит о том что человеку обязательно нужно становиться лидером человек не может быть частью там какого-то общества или колебаться да вот человеку не надо колебаться человеку надо просто буром переть к своей мечте понимаете и в данном случае ну раз я затронула получается узел узел это ваше предназначение по жизни глобально куда вы идете да и вам необходимо становиться лидером вам не надо ни у кого ничего спрашивать вам надо просто знать что вас бог дал вот эту искру таланта идите вперед но смотрите получается что этот узел находится у нас в шестом доме а шестой дом это работа над собой работайте над собой вот каждый день развивайте свой талант максимально и верьте верьте в себя будьте лидером и все у вас получится вот такая моя установка вам а значит дальше следующее восьмой пункт луна или венера находятся в аспекте с лилит или юноной значит юнону я не стала включать там значит да значит смотрите юнона у нас находится в восьмом доме я я не стала этим перегружать вообще в принципе можно доставлять какие-то точки там вот программе z9 если вам это интересно скажите я вам покажу как это делать значит юнона у нас восьмом доме восьмой дом он олицетворяет первое секс второе это трансформации это работа над собой причем управляется это все плутоном работа над собой через какие-то неприятные вещи это чужие деньги это какие-то такие вещи да но в данном случае я думаю что значит но значит аспектов этих нет венера в секстиле слилит у нас все таки да вот вот это вот венер очка и вот лилит и вот здесь мы видим что есть секстиль то есть плюс ставим потому что венера в секстиле слилит юнона ладно бог с ней юнона дальше ну даже если не учитывать эту юнону да вот вот плюс можно поставить за счет венеры с лилит а следующее наличие квадратов или оппозиции между луной юпитером нептуном что указывает на внутреннюю напряженность и стремление к совершенствованию в музыкальном искусстве значит что так наличие квадратов у нас нет к сожалению или к счастью но их нет так луна юпитер нептун но вот квадратов нет и поэтому как бы сидим на попе ровно и ничего для этого не делаем давно надо разозлиться вот если нет этих квадратов дамы по девятому пункту ставим минус да но так но как бы имеем ввиду что надо разозлиться хорошенечко и десятый пункт у нас планеты в доме музыки и творчества даже если аспекты не являются идеальными однако присутствует стойкое стремление к музыкальной самореализации значит дом творчества у нас как раз вот вот этот здесь у нас находится уран который нестандартно мыслит и который находит какие-то оригинальные решения для реализации своего творчества и прекрасный аспект с луной но негативные получается оппозиция солнцем что говорит о том что все таки эго в данном случае идет вот оппозиция это когда планеты друг с другом настолько конфликтуют что они готовы друг друга убить да вот или я или ты останешься третьего не дано да и вот они конфликтуют и получается что вот это творчество которое могло бы быть оригинальным но не находит поддержки со стороны эго и эго ну вот как бы осуждает любое проявление творчества да здесь может быть какое-то унижение или что-то ну то есть вообще любой музыкант они вот насколько я знаю они могут хоть вот на улице просто встать и начать петь и вот это вот ну что это значит это значит надо свое эго достаточно проработать да здесь эго не хочет идти на уступки да и наоборот получается эго хочет находить поддержку да со стороны там друзей подписчиков но оригинальных решений не хочет никаких предпринимать да и вот вот это вот идет в конфликте и в данном случае человеку надо просто разобраться с собой да и позволить себе быть оригинальным позволить себе свое эго дать можно сказать на службу обществу да и так далее а значит уже почти полчаса но вот извините вот такие вот я я не могу просто в двух словах ответить на вопросы поэтому извините как есть а теперь что касается транзитов по данной ситуации смотрите что у нас интересно сил на сегодняшний день плутон вошел в четвертый дом вот транзитный нептун транзитный плутон вошел в четвертый дом 4 дом это дом рода семьи и сейчас идет перетрубация вот этих вопросов а и сейчас как раз плутон находится на этом куспиде сейчас необходимо как раз вот решать вопросы рода понять откуда пришел этот талант отдать честь вот тому родственнику от которого этот талант пришел этот родственник явно есть у вас то есть поспрашивать маму бабушку дедушку вот откуда этот талант и ну как бы вот вспомнить но не то что вспомнить а узнать об этом человеке получше вот сейчас как раз самое время и этот человек даже несмотря на то что он давно ушел я уверена что ну вот эта связь она она присутствует и если вы начнете отдавать этому дань то конечно же это способствует тому что плутон пойдет по этому дому на хорошо потому что плутон он конечно очень сильно создает ну вот какие-то сложности ну по в обычном понимании да вот когда идет по дому то он создает сложности но эти сложности в дальнейшем когда ты оглядываешься назад ты понимаешь насколько они были необходимы насколько это вот строит человека да по определенным темам и сейчас вас строят по теме рода дальше плутон встанет на нептун пять раз ну я не буду уточнять вот прям даты конкретные когда это произойдет но это начнет происходить в марте тридцать второго года и до конца тридцать четвертого года как раз плутон будет ну вот видите вот нептун который у нас как раз вот этот талант который вам пришел и я уверена что в этот период как раз возможен ваш взлет но какие ваши годы на самом деле как раз самое время прославиться вам сейчас вот как раз нужно выяснить откуда у вас этот талант да и вот отдать дань тому человеку и вообще в принципе это может начаться и раньше если вы начнете ну как бы к этому готовится вообще дальше следующее сатурн вошел в пятый дом в дом творчества и у вас вообще вот в плане упорядочивания очень такой важный момент вам во первых нужно работать над собой потому что у вас узел находится в шестом доме а это как раз работа над собой это занятие спортом занятие вокалом вот всем что вы считаете нужным для вашего продвижения вам необходимо делать кроме того у вас сатурн находится в десятом доме но он без аспектов и это говорит о том что да вы готовы работать над своей карьерой но вы ни с кем не можете ну как бы объединиться ни с какой планетой сатурн здесь работает сам по себе он он в шахте да и он не имеет связи со всеми остальными жителями вашей квартиры да и поэтому ему приходится самому работать и здесь вот получается что сатурн войдя в пятый дом он как раз и заставляет вас работать над вашим творчеством дальше ну вот как это делать рассылки делать каждый день что-то делать для творчества записывать контент в конце концов да вот там записывать свой бокал выкладывать этот вокал вот вот у вас много работы да и вот как раз сатурн он любит когда человек дисциплинированно вот каждый день делает какую-то определенную работу поэтому пожалуйста занимайтесь этим потому у вас сейчас сатурн прямо на этом куспиде и это говорит о том что без труда не выловишь рыбку из пруда и пожалуйста для своего творчества прям сейчас начинайте каждый день что-то делать вот это вот дальше следующее нептун и идет по пятому дому и давно уже идет и я уверена что вы как раз и ощущаете это хождение вы и по это вы именно поэтому сейчас спросили этот вопрос потому что вас явно колбасит на эту тему потому что ваш нептун он как раз в нужном доме он как раз ваш вот дом получается он же как раз вот нептун здесь хозяин и этот хозяин давно уже идет по этому дому это знаете как шило в мешке не утаишь надо заниматься творчеством вот как хотите работайте над этим вот вот просто прикладывайте максимальное количество сил потому что это творчество если вы не будете им заниматься она будет ну как бы вам мешать дальше ваша задача сейчас заниматься творчеством вот такие вот у меня прогнозы на дальше уран в восьмом доме у нас находится и вот как раз здесь получается что какие-то неожиданные события могут быть которые да вот восьмой дом это довольно такой сложный дом отсекается все ненужное ну как бы здесь вот больше больше потерь да но но эти потери потом когда вы оглянетесь назад они очень нужны были вам и не бойтесь вот прям если встает вопрос отдать что-то отдавайте добровольно на потому что уран идет по восьмому дому отбирает все что вам вот и привносит если вы спокойно готовы отдать то уран привносит что-то новое оригинальное то что вы вот как раз именно восьмой дом он очень такой серьезный да и если что-то происходит неожиданное принимайте все с радостью и с благодарностью дальше уран скоро войдет в девятый дом это будет ну не скоро это будет в августе 29 года и вот тогда у вас будет явно взлет какой-то какие-то возможности появятся причем эти возможности из новых каких-то культур возможно из-за границы но не обязательно если вы сейчас начнете развивать социальные сети то вот как раз в двадцать девятом году вы начнете ну не может начнете и сразу получать какие-то дивиденды но вот тогда у вас выстрелит понимаете и вы станет ну вот тогда уже пойдет вот это творчество уже на международном более уровне вообще в принципе вот сейчас развитие социальных сетей она дает очень возможно много возможностей до для того чтобы каждому из нас продвинуться по своей теме поэтому не стесняйтесь не бойтесь выкладывайте и будет у вас счастье так и дальше что надо делать два важные моменты которые я вижу по транзитом и по натальной карте значит узел у нас в шестом доме это значит надо много работать стать лидером да я уже это сказала вывести из 12 дома вот эти две планетки которые тоже вам помогут в творчестве то есть сменить локацию но это вот в программе пожалуйста сами поищите потому что я искать это это слишком долго и так я уже больше получаса разбираюсь именно с вами но вообще в консультациях я также разбираюсь потому что это такая вещь которую нужно разобрать и разжевать да и вот сейчас я это делаю для того чтобы каждый из вас это мог сделать с собой дальше нептун в четвертом талант из семьи пришел надо узнать кто в семье обладал этим талантом и почитать этого родственника а дальше переехать вот чтобы вывести венеру и уран айфу юпитер на асцендент вот тогда у вас просто попрет и проработать оппозицию нептун узел так это у нас вот здесь вот нептун узел оппозиция где у нас вот нептун так нажите а подождите какой нептун оппозиция а от нептуна идет оппозиция вот в это творчество да получается что вам как бы неловко да может быть вот вы считаете что ну как бы ваш талант он не достоин того чтобы его выпячивать да как бы вот вот это проработать вот эту оппозицию проработать вот эту оппозицию которую я уже проговаривала да то есть так нет я не проговаривала узел да вам довольно сложно себя заявлять лидером вам как бы хочется вот как то так отсидеться да ну отсидеться не получится да вот вот это вот проработать смелости набраться да и и работать над собой просто максимально, и вот про эти планеты тоже не забывать, желательно их вывести в первый дом, тогда вот уверенно все попрет, а вывести в первый дом это переезд, либо вот отдавать людям, не стесняться, не бояться, выставлять это все на обозрение, и будет вам счастье. Да, ну в общем на этом я буду закругляться, потому что с одной натальной картой у меня еще здесь впереди, поэтому я слишком затянула это все, давайте смотреть второй вариант, это подписчик номер 2, точнее подписчица, значит у нее день рождения 15 сентября 87 года в Днепропетровске родилась, и значит вопрос в чем, всю жизнь мы прожили в Киеве, в марте 22-го бежали в Блэкпул, Великобритания, спрашиваю, потому что чувствую себя уже второй год как в тюрьме, жизнь где-то, а я отсиживаю до окончания войны. Ну давайте смотреть натальную карту, Плутон в Скорпионе и на Асценденте, вот это по рождению, да, и это просто мощно, это человек с мощнейшей энергетикой, который просто взглядом, я уверена, вы можете останавливать поезда, вот примерно так. У кого Плутон на Асценденте, это просто, вот знаете, ну эту энергию очень сложно приручить, она может уходить в агрессию, она может уходить куда угодно, и вот в этом случае вам нужно как-то вот свои моральные принципы держать в узде, да, потому что это ядерная реакция, да. Значит, что, когда вы переехали, Плутон сместился в 12 дом, то есть вот эта вот вся ваша энергетика, она, ну немножечко ушла в сторону. Дальше, 10 дом у вас заполнен планетами, и это говорит, ну вот смотрите, и вот при переезде 10 дом больше заполнился планетами, то есть вам захотелось, вот вместе с тем, что энергия ушла, да, а вам захотелось делать карьеру, да, то есть вот это вот желание, да, амбиции, они просто возросли многократно, да, а воли стало меньше. И вот это вот в вас сейчас вызывает вот такую, скажем, негативные аспекты, негативные вот эти эмоции, да, и надо мирить. Мирить вот это все, потому что здесь идут негативные вот эти красные аспекты, они, ну, очень сильно мешают вам, что называется, жить, да. И вот это все надо прорабатывать, просматривать, да, вот получается здесь у нас эмоции, да, страдают, но это у вас по жизни, да, то есть, ну, как бы вот это нужно мирить, нужно мирить, разбираться в каждом из этих квадратов, да, и вот-вот разбираться, потому что здесь я проговаривать просто не успею, ну, сами понимаете, очень много. Дальше, луна, луна у нас находится в восьмом доме, значит, что эмоции, эмоции всегда подвержены каким-то перетрубациям, каким-то вот, ну, и получается, что эмоционально вам довольно сложно воспринимать свою амбициозность, да, вы ее осуждаете, вы не можете с ней смириться, вам тяжело быть в такой амбициозной, но в то же время вам хочется достигать, да, вот эти планеты, их никуда не денешь, они в десятом доме, они хотят реализоваться, они хотят оставить место в истории, но луна, ну, очень сложно переживает. Это, кстати, от мамы, может быть, какие-то установки, когда луна в восьмом доме, это мама очень, может быть, жесткая, или, знаете, вот, ну, это плутунианская энергия, это, ну, вот мама кардинальная такая, ну, вот взрывная, да, и вот она в вас вот эти эмоции поселила, да, что если вдруг какая-то неудача, это вас просто выбивает из колеи, да, и вам надо работать над своими эмоциями, и вот эти амбиции как-то вписывать вот в свою эмоциональность. Дальше, ну, то есть трансформация, гнев, разрушение по эмоциям, вам довольно сложно с этим работать, да, дальше, но вот эта вот вся комбинация, да, вот видите, красные много аспектов, они все идут на второй дом. Значит, это либо зацикленность на своих ресурсах, да, ну, вам страшно, что завтра есть, будет не на что, да, не на что будет жить, да, вот этот страх, он всегда давлеет над вами, либо, наоборот, излишние расходы на свое продвижение, то есть вот это что-то где-то болит, понимаете, у вас вот эти болевые точки, это амбициозность, это эмоции и это ресурсы, и вот эта вот энергия, получается, она вот ходит вот по этому замкнутому кругу, да, либо сюда, либо сюда, но вот эти красные аспекты говорят о том, что вам надо в себе разобраться, да, и то, что вы хотите действительно сделать хорошую карьеру, это нормально, и это не должно вас как-то по эмоциям сильно задевать, единственное, если вы много денег на этот, ну, своих ресурсов, денег, энергии, времени много тратите, да, и обесточиваете себя, вот это вот вам надо как-то упорядочить, понимаете, вот это вот все вам надо разобраться, чего вы хотите и смело идти к своей цели, да, то есть вот это вот, оно очень, как сказать, ну, мешает вам проявлять себя, да, вам, вы не знаете, куда вам, в какую очередь, к умным, красивым или богатым, да, то есть вот разбегаетесь и не можете понять, где вам удобней, и вот это вот очень сильно забирает энергию, обесточивает вас, поэтому вот первостепенно разобраться вот в этих всех аспектах, на консультации я бы вам рассказала более подробно, да, ну, ну, извините, тут сложно, дальше, значит, активно работать над собой, в этом будет спасение, почему я говорю, потому что, смотрите, вот он позитивный треугольничек, вот они зелененькие наши линии, это когда планеты, да, ну, вот представьте, это вообще квартира, да, в которой живут планеты, каждая планета в комнатах живет, вот это вход в квартиру по асценденту мы входим, и вот, посмотрите, и то, как планеты между собой общаются, красные линии, это конфликтные ситуации, а зеленые линии, это когда планеты между собой дружат, да, и они готовы друг другу помогать, и вот, смотрите, вот здесь вот у нас треугольничек вот этот говорит о том, что вот оно ваше спасение, в чем вам всегда везет, что у вас хорошо получается, это как раз работа над собой, вы, ну, просто фанат, вот благодаря работе над собой вы можете помирить свои эмоции, да, вот здесь вот луна, хоть она и страдает от вот этого всего осуждения, которое на нее сыпется, да, и доставляет вам эмоциональные страдания, а вот со стороны работы над собой, вот, знаете, тут очень рекомендую заниматься, может быть, спортом, гимнастикой, не обязательно ходить в спортзал, вот я, например, качаю попу уже давно у себя дома, у меня коврик и резинку я себе купила, и, в общем-то, нормально, а вот когда позанимаешься, ну, покачаешь попу, например, да, уже как-то и настроение поднимается, и когда у меня там плохое настроение, депрессия, хотя у меня редко она бывает, но вот бывают плохие мысли, да, нет, ну, почему редко, это я вру, конечно, бывают плохие мысли, и тогда я занимаюсь гимнастикой, и у меня эти плохие мысли проходят, потому что в кровь поступают эндорфины, и становится, как ты думаешь, блин, что ты переживала, да, ну вот и у вас так же точно, потому что это работа над собой, ну, хотя смотрите сами, как вам удобнее работать над собой, но это ваше спасение, да, и оно выдергивает вас из любой неприятной ситуации, да, вот из этого всего негативища, где вы разрываетесь между тремя очередями, очередями и нигде вам не рады, да, вы просто уходите в работу над собой, и будет вам счастье, причем здесь у нас и белая луна, которая находится на куспиде четвертого дома, это ваши корни, ваша семья, она для вас очень хорошая поддержка, и вот, пожалуйста, прекрасная вообще вот эта комбинация, она очень здорово вас спасет, и десятый дом карьера, планеты активные, но они все находятся в деве, то есть все надо делать через дисциплину, вот, 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 дисциплина здесь, это шестой дом символически, это дева, и вот дева сама находится в десятом доме, вот, чем больше дисциплины, тем лучше, тем больше счастья, вот, дисциплинируйте все свои вот эти продвижения, Марс это движение вперед, Солнце это амбиции, это ваше эго, так, что-то я подзависла немножко, ой, пардон, сейчас у меня тут выключится, сейчас, секундочку, прошу прощения, у меня, оказывается, я не включена в сеть, и поэтому, да, все наладится, так, значит, на чем я остановилась, то есть, Солнышко, это ваше эго, Венера, это то, чего вы хотите, да, и вот это все нужно делать через дисциплину, вот, дисциплина наше все, понимаете, вот, дисциплинируйте себя, пишите списки, да, чего вам надо, да, вот, вот, прям, вот это все вам необходимо, а дальше, вот, это по вашей натальной карте, теперь по транзитам, давайте посмотрим, для того, чтобы вы понимали, что у вас сейчас происходит, значит, смотрите, в декабре 24-го года ваш узел встанет на узел, узел у нас движется в обратном направлении, если что, значит, узел встанет на узел, и тогда у вас четко встанет вопрос с вашим предназначением, и вот именно в декабре, 12-го, 28-го декабря, вот, вот, прям четкие даты вам скажу, вот в этот момент вы прям столкнетесь с тем, что вам надо делать по жизни, дальше, февраль-июль 22-го, так, у нас сейчас Плутон в тригоне с Венерой сейчас находится, так, давайте, вот, Плутон, и от него идет тригон к Венере, прекрасное время для того, чтобы энергия, вот, на вас сейчас, вот, можно сказать, спускается энергия, но энергия от Плутона, она такая, знаете, сомнительная, она вообще от трансурановых планет, здесь, конечно же, вот, для всех информация, когда, вот, вы, по транзитным технологиям, вы спокойно можете это все сделать сами, и посмотреть все свои транзиты, да, и особенно обращайте внимание на транзиты от трансурановых планет, вы сделаете это, вот, с помощью этого курса по астрологии, который у меня есть, там, 11-е, 12-е занятия, ну, то есть, вот, в конце уже я вам там показываю, как эти транзиты делать, это все делается очень легко, вы вычисляете их, и если трансурановая планета аспектирует вашу какую-то планету, то вам необходимо, вот, к этому времени подготовиться, потому что, вот, Плутон, например, он, как бы, позитивненько подходит к этой самой Венерке, да, вот, чего ты хочешь, моя зайка, Венерка говорит, а я хочу, там, амбиции свои реализовать, а Плутон говорит, а что ты для этого сделала, дорогуша, да, и тут берет и либо ей дает подарок, если действительно Венера как-то подготовилась, да, говорит, да, действительно, что-то сделала, ты каждый день что-то делала для этого тогда, на тебе подарочек, а если он приходит, а Венера, ну, просто наслаждалась жизнью, да, просто получала от жизни только благо и ничегошеньки не делала для своей реализации, то, конечно же, он скажет, слышь, дорогая, так у тебя на балансе-то денег нету, извини, дорогая, но подарка тебе не предусмотрено, а для того, чтобы пополнить свой баланс на будущее, я тебе сейчас дам неприятность, чтобы ты это пережила, я посмотрю, как ты на это отреагируешь, и если ты отреагируешь хорошо, то тогда, может быть, я дам тебе подарок, вот примерно такой диалог и происходит, поэтому, смотрите, когда у вас вот касание происходило, начиная с февраля, как ни странно, 22-го года до июля 22-го, вот первое касание, хотя, в принципе, то, что вы смогли, допустим, переехать, это может быть благо, да, поэтому смотрите сами, вот анализируйте тот период, что у вас происходило в этот период, да, и как настроен Плутон, на подарки или наоборот на то, чтобы вас проверять. Следующее касание, вот получается, вот тот же самый тригон, да, ну, просто трансурановые планеты, они очень медленно идут, и они вот по каждой точке проходят несколько раз, и вот они утюжат, да, там сначала дадут, а потом вернутся, посмотрят, да, как ты на это отреагировал, дальше дадут, да, потом опять вернутся, проверят, да, и там дадут или не дадут, вот так вот они работают, поэтому, значит, смотрите, февраль-июль 22-го, потом декабрь 22-го, февраль 23-го, дальше июль и конец 23-го, вот сейчас как раз у вас это идет, вот этот аспект, да, Плутон сейчас проверяет вашу Венеру, проверяет и одаривает, или наоборот забирает, но тот же самый Плутон квадратирует, встал в квадрате, вот в той же самой точке, он еще и в квадрате с вашим Юпитером, то есть ваше место в социуме сейчас как раз очень четко проверяется Плутоном, да, вот он работает сейчас с Венерой, но и с Юпитером он тоже работает, и здесь вот как раз более жесткий разговор, потому что это квадрат, Плутон вот в отношении Юпитера в плохом настроении, если в отношении Венеры он в хорошем настроении, так, заигрывает к ней, да, то есть моя-то красотка, а ну-ка давай с тобой поговорим, то здесь у нас идет, слышь, дорогой, ты вообще что хочешь, да, что ты сделал, да, уже более грубый разговор со стороны Плутона, и какие это у нас опять те же самые даты, примерно, да, февраль-июль 22-го, потом начало 23-го, март 23-го, июль 23-го и январь 24-го, вот квадрат, то есть получается квадрат задержится чуть подольше, чем вот это вот хорошенький аспект, Плутон получается по Юпитеру в итоге даст воздаяние, и ваша задача здесь вот как раз не накапливать негативных каких-то мыслей, благодарить Бога за все вообще, что в вашей жизни происходит, хорошее, плохое, вот прям сейчас вас Плутон вот таким образом проверяет, поэтому, ну вот вам надо только позитивно реагировать на любые изменения в вашей жизни, вот такая вот у вас задача, да, ну как хотите, крутитесь как хотите, но вот так вот оно, да, дальше, ну вообще, что еще, ну вообще, как это может проявляться, сложно нащупать как раз место в социуме сейчас вам, да, и вот это вот вопрос у вас возник не просто так, потому что действительно Плутон утюжит ваш Юпитер, и у вас задается, вы задаетесь вопросом, а то ли я делаю, то ли, ну вообще, туда ли я иду, вот здесь вот ваша задача как раз вот позитивно посмотреть на ситуацию и сказать Плутону, что, ну вот, вот я благодарна тебе за все, что ты мне даешь, да, и я готова делать все, что ты скажешь, да, ну то есть вот так вот, надо опять-таки работать, работать вам необходимо, в работе над собой у вас как раз вот ваша сила, так что вот так вот, так, Плутон вошел в третий дом в марте 16-го года, вот он сейчас по третьему дому идет, третий дом это близкое общение, и получается вот начиная с марта 16-го года Плутон чешет по этому дому, да, и учит вас общаться с теми, кто рядом, да, вот вы сейчас оказались в другой стране, и вам необходимо с ними договариваться, может быть там, не знаю, язык учить или, ну да, вот мне очень стыдно об этом говорить, я уже три года почти в Турции, толком турецкий язык не знаю, вот если бы у меня Плутон шел по третьему дому, он бы сильно меня наказывал в этом смысле, но вот мне повезло, а вам в этом смысле не совсем может повезти, поэтому вам учить язык очень рекомендуется, хотя в принципе это близкое общение, да, но все равно вы же вот общаетесь как раз именно близко с теми людьми, с которыми рядом живете, да, и вот желательно с ними общаться на их языке, ну это как бы небольшой лайфхак с моей стороны, это общение с родственниками, которых вам пришлось может быть оставить, да, тоже с ними налаживать общение, может быть, ну вот с друзьями, с которыми вы раньше близко общались, сейчас, возможно, Плутон их убирает из вашей жизни, и вот это вам тоже необходимо прорабатывать в себе, ну то есть Плутон, он такая планета, очень коварная, Нептун войдет в пятый дом в июне-июле 24 года, вот он Нептун, значит, войдет, сказала, март-май 25, ну то есть он по Куспиду, когда будет елозить, вот это самые прям острые моменты, это получается июнь-июль 24, март-май 25, август-ноябрь 25, возможен взлет вдохновения, там же узел у нас находится, может быть, любовь, которая выведет на новый уровень, но любовь может быть сложная, потому что, ну вот трансурановые планеты, они как раз вот всегда про какие-то сложности, ну хотя не факт, не факт, может просто влюбитесь, может просто творчество взлетит так, что вы создадите какой-то шедевр, я не знаю, чем вы занимаетесь, но вот вполне возможно и это, значит, обратите внимание, что если бы вы остались на родине, Нептун был бы в квадрате к Луне, сейчас вот я думаю, что следует, вот видите, Нептун, вот если бы вы сейчас были на родине, то вам было бы тяжелее, потому что Нептун в квадрате к Луне, если Луна это ваши эмоции, да, то Нептун это, ну вот если Луна это, предположим, слезы, то Нептун это высшая октава Луны, и это море слез, понимаете, вот, то есть вот если бы вы жили на родине, то вам было бы очень тяжело, но так как вы переехали, хотя бы вот этого аспекта сейчас нет, и этому тоже надо радоваться, что вот получается, что вы себя немножечко обезопасили, и уже бы вошел в пятый дом Нептун, да, да, вот как раз он бы уже вошел в пятый дом, тут страдания, эмоциональная боль с одной стороны, но с другой стороны, вот взлет творчества возможен был бы как раз вот, вот прям сейчас он начался бы, понимаете, то есть он может начаться вот в те даты, которые я озвучила, либо сейчас он уже начинает происходить, так, слушайте, уже час я рассказываю, а у меня еще тут разборы, поэтому я, наверное, следующее видео сейчас сделаю, так, это у нас подписчик 3, да, давайте я прервусь и сделаю следующее видео, выложу его тогда завтра, а ну раз такое дело, да, что, потому что, ну, слишком длинное видео, зачем его надо, да, я прерываюсь ненадолго, следующее видео сейчас начну записывать, а выложу на следующий день, поэтому, что, не забывайте поставить, во-первых, лайк, во-вторых, разберитесь сами, кстати, вот возьмите вот этот курс, он всего 990 рублей стоит, да, там сколько, ну, там немного, там вот прям основные такие вещи, да, возьмите, займитесь вот этим, закачайте себе, во-первых, программу Z9, разберитесь в ней с помощью этого курса, и завтра, когда вы уже будете следующих людей смотреть, вы вместе со мной это все сможете делать, понимаете, и это все сможете смотреть у себя, у вас наверняка будут, ну, подобные ситуации, да, и это будет вам полезно, потому что, вот я на этих примерах вам буду показывать какие-то очень важные моменты, да, поэтому не прощаюсь с вами надолго, я записывать буду сейчас, а вы посмотрите завтра уже, следующее видео, да, люблю вас всех очень сильно, еще раз вас всех с Рождеством, и, в общем, с наступающим Новым Годом, пока-пока!